Приветствую всех, дорогие друзья! Пожалуйста, поставьте плюсик в чат, если меня видно, слышно. Если кому-то не видно или не слышно, перезагружайтесь. Да, я вижу плюсики. Отлично, супер, чудесно. И еще один короткий вопрос. Если вдруг вы со мной каким-то образом знакомы, слушали какие-то вебинары, либо были на моих лекциях, и важно где, поставьте в чат, пожалуйста, плюсик. Ой, простите, единичку. Поставьте единичку, если нет, ничего не ставьте. Отлично. Значит, есть люди. Видно и слышно, все хорошо. Хорошо, тогда будем стартовать, но в любом случае... О, супер. Как много людей, которые уже со мной каким-то образом знакомы. Хорошо, здорово. Ну, на самом деле, идет очень много мероприятий. Конечно же, наверное, где-то, может быть, в МГУ, в МПГУ, в Педмарафон, где-то мы пересекались, ММСО. А я очень рада. Но там... Сегодня у нас тоже не так много времени, но я постараюсь все-таки чуть-чуть побольше. Если кому-то не слышно и не видно, перезагружайте страницу. Лучше через кнопки Ctrl плюс F5. Итак, начинаем. Вопросы приготовьте какие-то. Если будут в конце, мне зададите, я на них обязательно отвечу, потому что чат бежит очень быстро, я просто не буду успевать на них отвечать, и чтобы не отвлекаться. Приготовьте их где-нибудь себе, и я в конце обязательно оставлю минут 10, чтобы вам на вопросы ответить. Итак, еще раз здравствуйте. Буду называть вас друзья. Те, кто меня знают, я всегда обращаюсь к людям так, потому что коллеги, вы постоянно на работе. Если с телефона, скорее всего, там нужна какая-то дополнительное приложение. Зовут меня Капура Елена. Я психолог, эксперт в методике развития эмоционального интеллекта у детей Академии Монсиков. Ну, также я эксперт развития эмоционального интеллекта у взрослых, но это сегодня не наша тема. В любом случае, эмоциональный интеллект нужно развивать всем, и взрослым, и детям. Я вам расскажу сегодня про методику, расскажу про эмоциональный интеллект, что это, как, дам какие-то такие вам, возможно, новые фразы, которые, если вам интересна эта тема, вы дальше сможете немножко подробнее эту тему изучить сами, уже без меня, так как, конечно же, полтора часа не позволяет формат полутора часов что-либо вам выдать в огромном объеме. Итак, поехали. Собственно говоря, на данном слайде Виктория Шиманская, она автор нашей методики, автор программы. Я думаю, что очень многие тоже где-то ее слышали, уже видели. Она очень часто и много выступает, поэтому она вам, скорее всего, знакома. И методику придумала она. Итак, почему эмоциональный интеллект? Буду останавливаться на каждом слайде не очень долго, опять же, ввиду формата. Вы получите презентацию. Презентация большая, как для большого тренинга. Я ее делаю специально такой, для того, чтобы у вас была возможность где-то что-то почитать, от чего-то оттолкнуться и немножко более глубже эту тему узнать, так как все рассказать я, к сожалению, сейчас не смогу. Вы знаете, да, что на сегодняшний день главные критерии нового ГОС это социализация и индивидуальное развитие ребенка, да, а не подготовка к школе. Поэтому эмоциональный интеллект – это как раз в эту сферу, да, в социально-эмоциональное развитие. Именно поэтому я и представляю данную методику и буду вам рассказывать о ней. Это, собственно говоря, очень известный человек Александр Григорьевич Осмолов. Он сам лично приезжал к нам в компанию, он читал методику и сказал, что она полностью соответствует его фразе, да, я думаю, что вы ее где-то читали, возможно, либо слышали, что сегодня важна педагогика не знаний, а педагогика смыслов. О чем это? О том, что, допустим, раньше в той же Америке, да, вот когда еще был Советский Союз, если кто застал те времена, в Америке давалось 91% знаний и 99%, как этим 1% управлять. В нашей же образовательной системе была такая история, что у нас давалось 99% знаний и всего 1%, куда и каким образом можно эти знания применять. На сегодняшний день ситуация меняется, что меня очень радует, конечно же, вот саму, и я думаю, что вас также, и вы в том числе делаете эти изменения, и мы косвенно помогаем вам с ними. Итак, что такое эмоциональный интеллект, почему он важен? На данном слайде представлено исследование, которое было проведено в, есть такой чудесный институт будущего в Калифорнии, в 2010 году. Они проводили, здесь есть внизу ссылка, если будет интересно, зайдете, даже если не обладаете английским языком, так как я в совершенстве, можете с помощью Google переводчика перевести, и там все понятно и доступно. Так вот, так как мы не знаем, в каком будущем мы будем жить, в каком будущем будут жить наши дети, то мы не знаем, какие нужны будут, в общем-то, профессии важны на тот момент. И вот было проведено исследование в 2010 году, которое проходило в этом институте, и они выделили 10 навыков, которые будут актуальны для профессии будущего. И вот, собственно, стрелочка красная, как раз указано то, о чем мы сегодня будем говорить. Это социально-эмоциональный интеллект, да, социально-эмоциональное развитие. У нас очень большое время, не только у нас и во многих странах развитых, коими и мы являемся, к счастью, очень большое внимание уделялось когнитивному развитию, развитию интеллекта и ума. И эмоциональная сфера была, ну, немножко как бы задвинута, да, про социальную тоже немножко дальше скажу, будет понятно. В общем, про это исследование, да, которое говорит о том, что социально-эмоциональный интеллект – это один из главных навыков будущего, который будет важен, без которого человек не сможет выжить просто в том мире, который будет. И так, на всякий случай, это исследование было проведено для… о том, что будет важно после 2020 года, а так-то сегодня уже 18-й год, да. И те, кто слушают меня уже не в первый раз, знаете, я всегда говорю о том, что будущее уже наступило, просто не для всех равномерно. И на сегодняшний день мы совершенно не знаем, какие профессии будут востребованы даже уже к концу этого года. Очень большие пласты профессиональные, такие, как юристы, бухгалтера, водители, скорее всего, год-два, и они, в общем-то, будут отходить уже… Ну, на сегодняшний день уже даже искусственный интеллект уже заменяет во многих сферах, вот, допустим, если вы заходите куда-то на сайт, где там есть, задайте мне вопросы и так далее, юридически какой-то, либо по бухгалтерии экономически, то, с другой стороны, уже сидит не человек, там уже сидит бот, да, искусственный интеллект. И на сегодняшний день проводятся исследования с беспилотниками, я думаю, тоже слышите, часто об этом говорю, более 200 миллионов километров уже проехали машины без водителей. И как только будет улажен юридический вопрос, кто будет нести ответственность в случае, если будет смертельный исход, на сегодняшний день его было только два, ну, по крайней мере, если не случилось ничего с последнего момента, который я знаю, то это будет огромная армия водителей, которая останется на обочине. И вот как раз-таки именно высокоразвитый социальный и эмоциональный интеллект помогает адаптироваться вот к таким изменениям, которые происходят на сегодняшний день. Я не пугаю ни в коем случае, но мы живем в таком мире. И те изменения, которые когда-то проходили за 100 лет, потом за 50, за 20, на сегодняшний день изменения иногда происходят буквально за одну ночь. И вы с этим сталкиваетесь, вы это знаете. Ну, почитайте более подробно. Естественно, что это исследование, которое было произведено, его взяли на вооружение агентства стратегических инициатив, ОСИ, это агентство при поддержке президента, и вместе с бизнес-школой Сколково. Они разработали такой атлас новых профессий. Прям очень рекомендую, если кто-то не читал, не смотрел, отличная вещь, можете так и забить, он есть и в PDF формате, и в каком-то, возможно, еще, но я его скачала в PDF, ввожу, с удовольствием смотрят педагоги на живых мероприятиях, которые я провожу на тренингах, и, в общем-то, там вы можете посмотреть про то, какие профессии ожидаются после 2020 года. Это очень интересно, очень рекомендую. Поэтому оставляю здесь слайд, сами сможете почитать, не буду на нем долго задерживаться. Да, у вас будет доступ к презентации, и, естественно, сертификаты, ну, как-то вам вышлют, либо что-то еще. Итак, это вот туда, о чем мы говорили, да, эмоциональный интеллект призван одним из 10 главных навыков будущего. И здесь, в общем-то, добавлено у меня некоторые из них, это и умение организовать себя, и умение взаимодействовать с людьми, это очень важно. На сегодняшний день это умение, если раньше мы это умение разрабатывали сами, просто когда выходили гулять во двор, я думаю, те, которые вот жили во времена до гаджетов, и я жила в том числе, я 72-го года рождения, и мы выходили во двор, мы учились строить команды, мы назначали какие-то, распределяли роли, кто-то становился лидером, кто-то становился исполнителем, кто-то становился, о, даже Крым, чудесно, какая широкая география сегодня, впрочем, как всегда. Вот, и на сегодняшний день из-за гаджетификации, вы это тоже знаете, лучше даже, чем я, потому что вы находитесь с этими детьми больше намного, чем я, она как раз убрала вот этот социальный момент, который мы развивали просто в жизни раньше. И поэтому нам приходится сейчас дополнительно, вот скажем так, искусственно развивать. Вот по циферке 3 вы, может быть, видите, я думаю, что у вас хорошо видно, принимать обдуманное решение. Эта способность тоже очень важна будет в современном мире, потому что решение сейчас будет приходиться принимать намного быстрее, чем это было раньше. И бывают такие решения, если раньше такие экстремальные решения очень быстрые, приходилось принимать, ну, там, пожарным, врачам, да, там, где-то, может быть, полицейским, где-то в какой-то степени, или, может быть, морякам, то на сегодняшний день в эту группу уже входят просто люди, живущие и не работающие на каких-то опасных и экстремальных работах. Умение понимать себя – это осознание как раз своих эмоций, ценностей, также понимать свои сильные и слабые стороны. Это то, о чем мы немножко дальше будем говорить. ЭКЮ – это ключевая компетенция будущего, так как она как раз-таки помогает, да, развитый социально-эмоциональный интеллект, он помогает, как я уже говорила выше, легче адаптироваться. Опять же, если вернемся к нашим советским временам, то, когда развалился Союз, очень многие люди с двумя, а то и с тремя высшими образованиями оказались просто неспособными перестроиться и адаптироваться к новой жизни. Это как раз задача эмоционального интеллекта, то есть это тоже туда. Ну, вот здесь вы видите коллаборация, такое сложное, очень модное слово. На самом деле это просто умение взаимодействовать и работать в команде, но его очень любят, поэтому лучше, конечно, его знать. Умение управлять вниманием, потому что расконцентрация – это сегодня одна из таких бед, которая уже теперь не только у детей, об этом говорит и Черниговская, если вы ее слушаете, если нет, прям рекомендую послушать то, что на разговаривать люди совершенно разучились концентрированно заниматься чем-то одним очень долго, и это, в принципе, понятно. И, естественно, системность мышления – это тоже туда же. На самом деле это исследование проводилось тоже КомКон, есть такая социальная, не социальная, а статистическая компания, которая занимается всевозможными исследованиями. Это исследование, если мне не изменяет память, в 9 или 10 год что-то такое, можете зайти, найти его, и вы увидите там более глубокая раскладка. И вот в конце школьного обучения 82% детей хотят учиться хорошо, и только 36% учатся с удовольствием, ходят в школу с удовольствием. И вот как раз разница почти там 50, сколько процентов, чуть меньше, да, вот эта разница, она покрывается и за счет здоровья в том числе. И я думаю, ни для кого не секрет, что дети на сегодняшний день, да, это тоже статистика 2016 года, всего 30% детей имеют форму здоровья А, ну, то есть первую форму полностью здоровья. К сожалению, вот такая статистика, я думаю, что сегодня, к 2018 году, она еще хуже. И, в общем-то, в наших силах помочь справляться с этим детям, и с этим тоже. Это показаны результаты, те, которые были проведены, когда методика была придумана, когда она начала выходить в свет, нам нужно было проводить исследование, и в этом исследовании принимало участие 1560 детей, школ, западного административного школ и детских садов, дошкольных учреждений. И по 18 параметрам были замеры, и вот это вот показано в начале курса, и в конце курса, и в конце учебного года. И вот по этим параметрам были самые высокие улучшения, 2,5 до 3 раз, в 2,5 и 3 раза. То есть это очень хорошие показатели. Хабаровск, почти мои земляки, я родом из Приморского края. Привет, Хабаровск. Ну, это, собственно, то исследование, о котором я говорила выше. Вот по таким параметрам были замеры, вы тоже посмотрите, потом не буду остановиться на этом долго, это и так понятно. Простите. Итак, собственно говоря, тема нашего сегодняшнего мероприятия это эмоции, эмоциональный интеллект, что стоит за терминами, собственно говоря. Эмоциональный интеллект это способность понимать свои и чужие эмоции, чувства, переживания, и способность и умение управлять своими эмоциями и эмоциями других людей для более комфортного и гармоничного взаимодействия с окружающим миром. Здесь мы, конечно же, не говорим о манипулятивном управлении. Нет, абсолютно. И дальше я надеюсь, что я успею вам раскрыть эту тему, чтобы вы понимали, что это управление не во вред, да, это управление такой вин-вин, когда и одной стороне хорошо, и другой. Когда вы можете намного раньше понять, в каком состоянии находится ваш партнер, и где-то, может быть, подстроиться. Но партнер в данном случае это не обязательно супруга, либо супруг, это может быть и ребенок, это может быть коллега. Это очень важно, потому что на самом деле, конечно же, развивать эмоциональный интеллект нужно начинать с себя. Потому что очень сложно объяснить ребенку о вреде курения, если ты стоишь перед ним сигаретой. И это очень важно, потому что такое воспитание было, и документалитет в нашей стране, когда нам говорили, и до сих пор я очень часто слышу, мальчики не плачут, давайте девочкам говорилось, ты девочка, ты не можешь кричать, ты не можешь злиться, и вообще не нужно высовываться, и тебе что больше всех надо, и так далее и тому подобное. И мы вот эти вот эмоции все заталкивали настолько глубоко, что сейчас, ну, к счастью, сейчас намного проще с этим, но я тоже очень часто слышу, когда говорят детям, девочкам, ты не можешь злиться, потому что ты девочка. Да в смысле девочки тоже могут злиться вообще-то, и гневаться, потому что мы в нашей компании считаем эмоции, все эмоции нужны, все эмоции важны. Это не враги. Мы помогаем детям, мы учим детей делать любую эмоцию ресурсом. Я думаю, что все вы слышали такой термин, как спортивная злость. И именно он помогает прийти к победе, когда ты думаешь, уже все-все, ничего не получилось, я больше ничего не могу, и тут просто ты включаешь, разозлился, разгневался, включилось второе дыхание, и ты приходишь к победе. А вроде как эмоция злость не очень хороша, и такая не камильфо, да, вообще-то ее как-то проявлять, особенно девочкам. А чем девочке хуже? Вот и получается, потом вырастают, в принципе, к пяти годам неврастеничные женщины. Но мы не будем о грустном, будем сегодня только о приятном. И на самом деле очень хорошее определение эмоциональному интеллекту, да, писатель один, о том, что 10% это то, что происходит в жизни, и 90% то, как мы к этому относимся. Я думаю, вы все понимаете, да, что, ну, есть такой очень простой пример, я была отличница в школе, и если я получала 4, то это для меня было горе-горько, я боялась идти домой, потому что я знала, что мама меня прям, ну, за это будет ругать, накажет, может быть, не пустит гулять или как-то еще, потому что я же могу на 5. Но когда получал 4, у нас был в классе Толик, вот теперь он уже, спасибо, мне очень известная личность, потому что я всегда об этом рассказываю. И когда он получал 4, это было крайне редко за все 10 лет, это был такой восторг и праздник, я думаю, что они праздновали всей большой семьей дома это мероприятие. А, ну, в принципе, история, это всего цифра 4, балл, который был горем для меня, да, и был радостью для другого человека. Точно так же очень многие истории в жизни, да, очень зависят от того, как мы к этому, и чем раньше мы научимся правильно относиться к каким-то историям, это будет намного легче. Еще расскажу вам небольшую разницу, вот, возможно, вы когда-то видите эмоциональный интеллект, тут прямо написано словосочетание, либо написана аббревиатура IQ. Эта аббревиатура, простите, взята от аббревиатуры IQ, которая больше 100 лет уже на слуху, и было намного проще людям понимать, да, что это такое. На самом деле IQ – это коэффициент эмоционального интеллекта, который выявляется точно так же с помощью различных тестов. Но, тем не менее, когда вы увидите EQ, аббревиатуру, либо эмоциональный интеллект, вы должны понимать, что это о том самом и есть. Многие могут сказать, ну вот как так, мы же жили там всю жизнь без эмоционального интеллекта, и зачем он, в принципе, нужен? Ну вот и Приморский край присоединился. Добрый вечер, земляки. Вот, но на самом деле, еще вот здесь не указано у меня, ну, если кто-то читал Аристотеля Никомахову этику, еще он там писал, что нет особого труда испытать какую-то эмоцию. Но очень важно испытывать эмоцию нужного накала в нужном месте, в адрес нужной ситуации, либо человека в нужное время. Вот для меня это просто чудо какое-то, ну, чудо определения, да, представляете, в какое время жил Аристотель, и он очень четко дал вот это понимание. Ну, если говорить о более современном мире, да, то это был первый Эдвард Торндайк. Специально тоже всегда оставляю этот слайд, чтобы вы могли найти это в интернете и немножко подробнее обо всем этом почитать. Потому что, ну, тема очень интересная, очень глубокая, и прям рекомендую, потому что вы очень много возьмете для себя. Я всегда говорю на тренингах, у вас есть шанс еще уйти, потому что после того, когда вы встанете на путь развития эмоционального интеллекта, вся жизнь ваша будет уже рассматриваться через эту призму. Но в этом нет ничего плохого, кроме хорошего. Можете мне поверить. Далее, конечно, Дэвид Бекслер в 40-е годы уже предложил, он только еще тогда предположил, что интеллект — это не только когнитивные, да, какие-то знания, интеллектуальные, но что-то еще какие-то составляющие, но он не углубился. Всем известный Абрахам Аслову, как раз-таки его пирамида взята тоже как один из принципов нашей методики, расскажу чуть дальше об этом. И, в общем-то, в 90-е годы психологи Питер Соловей и Джон Майер, они публикуют свою вот эту вот исторически значимую статью, как раз-таки впервые они называют и дают четкое определение эмоционального интеллекта. Тоже можете найти, она есть в интернете, загуглить, почитать. Ага, здесь у меня небольшая ошибка. Дэниел не Глемман, а Дэниел Гоуман. Это опечатались, наверное, дописали. Можете забить, есть эмоциональный интеллект, книга. Книга тяжелая, там очень много исследований, она такая тяжеловатая. Но она есть на Ютубе, можете забить. Дэниел Гоуман, эмоциональный интеллект, ее послушайте. Если ездить в метро где-то, на машине, очень удобно, потому что книга очень толстая, тяжелая. Но если эта тема интересна, то я вам ее очень рекомендую. Поэтому тема эмоционального интеллекта абсолютно не нова. И это тоже одни из исследований, то есть взятые с разных стран, с разных источников. И на самом деле 90% тех, кто добился более жизненных высот, у них более высокий уровень IQ. Это, например, так, чтобы вы понимали, как я уже говорила, есть люди, которые, ну, есть такая ситуация, прослеживается, да, у нас она вообще очень четко, что зачастую отличник с двумя дипломами работает на троечниках. Потому что прийти и даже правильно рассказать о себе, о своих компетенциях, о своих умениях, о себе как о профессионале, это как раз сфера эмоционального интеллекта. И на самом деле 90% проигранных переговоров это проигрывают те люди, у которых эмоциональное развитие более низкое. Потому что вот это вот понимание, понять партнера, прощупать его, да, то есть тот, кто первый поймал этот момент, в общем-то тот и победитель. Здесь я не говорю только о финансовом успехе. Конечно же, не только финансы приносят счастье и тому подтверждение много, да, богатые тоже плачут. И я знаю очень много богатых людей, которые несчастливы. Они прям реально очень богаты, но они несчастливы. И счастье это не всегда только финансовый успех. Здесь на этом слайде представлена компания. Внизу есть ссылочка к sel.org. Можете зайти и посмотреть. Это та компания, которая занимается внедрением социально-эмоционального интеллекта на Западе. И первые, кто, в общем-то, обратили внимание на то, что это нужно делать, это были японцы, следом это были финны. На сегодняшний день японцы, финны и корейцы это три страны, которые уже больше 15 лет, тоже можете зайти, загуглить, посмотреть, очень грустно, но такая вот статистика она есть. Но вот финны сейчас уже выходят из этой истории, к счастью, которые держат первые места по суициду, меняясь местами в этой тройке. Это очень страшная статистика. И вот японцы, они решили, что проще воспитать новое поколение, более эмоциональных людей, нежели перевоспитать то поколение предыдущее. Хотя на самом деле эмоциональный интеллект можно начать развивать в любом возрасте. Но, конечно же, чем раньше это сделаешь, тем лучше. Именно поэтому Академия Монсиков и, в общем-то, разработали эту методику и занимаемся тем, что сейчас внедряем ее максимально активно, насколько можно, в школы, в детские сады. И уже очень много компаний, вот я видела, здесь у нас есть Самары, люди могут написать потом мне, там будут в конце мои контакты, я скажу, где можно пойти и посмотреть, как проводятся наши занятия. Это очень интересно и здорово. И в школе тоже прошел уже, нет, не прошел, как раз сейчас идет, там несколько школ и детских садов проводят по нашей методике, то есть они участвуют в программе ОСИ. Монсики, это первая методика, методика запатентованная, методика одобрена издательством просвещения, так как они ее печатают, естественно, и там ФИРО, и в общем, все вот эти вот важности, они все у нас есть. И так хочу или не хочу, что мы преследовали, да, какова была цель вообще нашей методики, да, еще Ушинский говорил о том, что сделать такую скучную вещь, ну, может быть, я неправильно процитирую, да, но мне очень нравится она, сделать такую скучную вещь, как обучение интересным и увлекательным, вот в чем задача педагога. Ну, я считаю, это прям вот, наверное, я ее все-таки внесу когда-нибудь в такой этот, что сделать ее таким предисловием к своим выступлениям, потому что это как раз про нас. Потому что если раньше, там, 20 лет назад, тоже статистика не моя, не я придумала, давайте вопросы, пожалуйста, чуть-чуть подальше, туда попозже, чтобы я сейчас не сбивалась и не отвлекалась. Очень много нужно рассказать, я вам потом отвечу всем. В конце зададите, пожалуйста, чат убегает. Вот. И вот вопрос вот этот вот, не желание вообще ничего, если 20 лет назад это были там подростки, 14-16 лет, 10 лет назад это уже были 9-12 летние дети, то на сегодняшний день и те, которые работают в детских садах, знают, что это такое, что в 5 лет, ну, или родители просто, когда ты говоришь ребенку, а давай вот это, а давай вон то, особенно если это касается какого-либо обучения, как правило, вы слышите только, о, нет, я не хочу. Это однозначно, и вы все это знаете. И вот момент захотеть стоял, одной из главных задач нашей методики был момент, чтобы дети захотели что-либо делать. Именно поэтому наши методики включают в себя героев, вот таких красивых, красочных, которые каждый отвечает за свою эмоцию, но это не значит, что как в мультфильме «Головоломка», если кто-то не смотрел, очень рекомендую, запишите, посмотрите, классный мультфильм для просмотра всей семьей, но там немножко не так, там каждый ответственный за свою какую-то эмоцию. У нас монтики все закончили Академию монтиков, и они отличники по всем эмоциям, но своей такой эмоции, допустим, если это мими, вот такая розовая стесняшка, такая девочка, то она отвечает за эмоцию отвращения, да, очень сложная эмоция, даже детям очень сложно объяснить, она умеет делать мир красивым, и вот как раз таки в своей эмоции, ну, бесстрашно, естественно, это страх, она, ну, профессор, что ли, да, примерно вот так. Итак, монтики. Монтики — это взято от слова «эмошен», мы его немножко упростили для более простого понимания для детей, и чуть-чуть дальше я вам про них расскажу. Да, и так основные принципы нашей методики. Первый принцип — это подготовка к познанию. Все, вы видите, я думаю, все первыми дума словом, да, на сегодняшний день такая ситуация, что в образовательной системе, либо там даже в дошкольном где-то, как правило, после того, когда закрыты два, две нижние ступени, это физиологические потребности, а они у нас, ну, в принципе, во всех благополучных более-менее странах, они у нас закрыты. Мы все обуты, накормлены, напоены и так далее, да, мы не берем там страны, где идет война, либо Африка, где голод. Мы эти страны, конечно же, не рассматриваем. Мы говорим просто о Европе, о Америке, Азии, России. И вот. Следующая потребность безопасности, ну, тоже, в общем-то, она у нас удовлетворена, так как нам нужно убегать от соблезубых тигров, не нужно нам там сражаться с ковбоями, и, в общем-то, мы живем в политически неопасных государствах. Ну, по крайней мере, мы все это видим по телевизору. И, на самом деле, на сегодняшний день как раз-таки вот приходит ребенок в детский сад, либо в школу, да, и у него закрыты две вот этих вот ступени, и ему сразу же начинают закладывать какие-то там знания, да, интеллектуальные. То есть это уже пятая ступень. Вот ступень потребность принадлежности любви и потребность в уважении, она в данном случае просто не участвует в образовательной истории. И именно поэтому очень сложно ребенку что-либо запоминать, ему просто неинтересно. Потому что когда он приходит в какую-то новую группу, да, допустим, пришел в первый класс, это всегда первый класс, это всегда стресс. И либо пришел ребенок, даже просто пришел в детский сад, да, первое, это всегда стресс. Если вот когда мы проводим живые мероприятия, я всегда смотрю, как до, ну, там, в начале, да, до солнышка, которое мы делаем, я вам дам несколько практик, вы их забираете и прям применяете сразу же. Я считаю, нет смысла вот в этом вот просто бла-бла-бла, если ты не можешь что-то взять и ручками тут же сделать. Поэтому обязательно включены практики, распечатывайте и обязательно применяйте. Прямо вот завтра идите, где вы там работаете и применяйте. Дома, для себя, для взрослых, для детей. Так вот, с помощью нашей методики мы включаем как раз-таки вот эту потребность уважения и потребность принадлежности. Понимание принадлежности к группе, это очень важно. Я вот начала рассказывать про живые мероприятия, которые у нас проходят. И вот видно, что группа, особенно если это тренинг, они все садятся, вот так сумки, вот так люди все закрыты. И до упражнения солнышка это очень сложно открываться. А после того, когда мы знакомимся, я вам сейчас расскажу с помощью какого инструмента, люди раскрываются, расслабляются, сумки уходят на пол, либо там на подоконник, ну где что есть, либо на соседний стол. И если это большой залп, то люди пересаживаются на первые ряды, становится не страшно. На самом деле страх – это самая узнаемая эмоция у детей. Я когда узнала эту статистику, это наш институт физиологии проводил, там 50 тысяч детей, 19 регионов участвовали, я вначале прямо ужаснулась, думаю, боже мой, как 30%? Ну как, как? А в принципе, на самом деле, здесь дело не в этом. Дело в том, что эмоцию страха труднее всего спрятать. Это такая первичная эмоция, одна из самых главных, я бы, на мой взгляд, самая главная, да? И ее проще всего опознать, потому что чем старше мы становимся, тем глубже мы прячем свои эмоции, мы учимся уже, да, подстраиваться под людей. Где-то, конечно же, как дети, мы не показываем уже гнев свой. Ну, детская агрессия – это отдельная история, есть запись на сайте просвещения, можете почитать и посмотреть. Сейчас я вам расскажу, как мы проводим вот эту вот практику солнышка, и берите ее и применяйте. Чуть дальше расскажу, да. Второй принцип – это признание всех эмоций, это то, о чем я говорила раньше, что все эмоции нужны, все эмоции важны. И вот на данном компасе, за основой этого компаса взята классификация эмоций Плучика, но там очень много, то есть эти две эмоции, конечно же, ребенку на первоначальном этапе столько не нужно. На самом деле и взрослые это не знают столько эмоций, как правило. Вот. В первом кругу у нас взяты простые эмоции – радость, доверие, страх, удивление, грусть, отвращение, гнев и интерес. И, соответственно, каждый монсик, который, как я вам уже говорила, выше, такой профессор. Вот. И он помогает знакомиться с своей эмоцией на каждом занятии, которая входит в методичку саму. На каждом занятии приходит монсик, он знакомит со своей эмоцией, включает детей в то, чтобы дети помогли им вернуть. Да, у нас есть такая определенная легенда, тоже почитайте, в презентации есть, о том, что прилетела комета разочарований, она смыла все краски, и, в общем-то, мир стал черно-белым. И вот монсики приходят и говорят, ребята, пожалуйста, вы мне поможете вернуть мою краску, допустим, там, краску страха. Бесстрашно рассказывать, почему это важно, да, страх, и вы с этим согласитесь, бывает иррациональный, иррациональный. Ну, конечно, дети, мы не говорим с сложными терминами, говорим, что страх бывает полезный, если ты подошел, допустим, к дороге и посмотреть налево и направо, это тот страх, который спасет жизнь. Но бояться, например, цветка, молча в комнате, да, когда выключается свет, это страх не нужно, он жизни мешает, и с ним можно работать. И, в общем-то, а второй круг на вот данном компасе, это более сложное чувство, которое как раз-таки возникает на стыке двух эмоций. Например, любовь – это радость и доверие. Любовь – это не обязательно только слезы, страдания и так далее. Все, о чем поется в грустных песнях про любовь, нет, отнюдь. Если нет доверия, о любви не может быть и речи. Я думаю, вы все взрослые люди, вы просто все с этим согласитесь. И, конечно, если отношения не радуют, то тоже, ну, о какой любви может идти речь. И здесь мы говорим, опять же, не обязательно про любовь между мужчиной и женщиной. Нет, любовь к ребенку, к маме, любовь к друзьям, она тоже бывает. И это радость и доверие – это обязательно. Вот такой вот компас мы используем. И, в принципе, при заинтересованности мы зачастую скидываем, его люди распечатывают, там кто-то срисовывает. Ну, в общем, мы всегда идем на встречи, лишь бы чем больше будет заинтересованных взрослых, тем больше будет счастливых детей. Это сейчас я немножко… Давайте я вам расскажу упражнение «Солнышко», которое мы используем. Его у меня нет в презентации, но я очень надеюсь на то, что у вас есть… Так, у меня тоже нет здесь никакого, где я могла бы вам нарисовать. Ладно, я расскажу вам, как это делается. Это достаточно просто, но это очень полезное упражнение. Используйте его для своих деток вначале там чего-то. Рисуйте круг. Вот если есть что-то под рукой, пожалуйста, рисуйте круг. В нем рисуйте еще один круг внутри, да, то есть большой круг и маленький кружок. И вот от этого маленького кружка к наружним вы отводите вот такие лучики, то есть чтобы у вас получились разные секторы. Их получается в данном случае 8. 8 секторов. И вот вовнутрь этого маленького кружка, когда мы делаем это с детьми, мы пишем, допустим, «Мой любимый мультфильм» или там «Что я знаю про море?» или «Что я знаю…» Да, я знаю, что у вас вот есть тема там «Осенний сад» или «Осенний лес», вот что-то такое. Нет, это не должен делать психолог, это вы можете делать спокойно. Это абсолютно никакой не тест. Это такой… То есть если, когда вы только знакомите детей, да, если это группа новая, то тогда вы делаете в серединку… Пишите «Что я люблю?» Если это для взрослых, «Без чего я не представляю свою жизнь?» Это очень хороший, чудесный такой элемент знакомства, да, потому что очень сложно, и это упражнение играет такую троякую роль, да. В начале каждый пишет «Делается оно в парах», вы себе прям запишите, потому что потом будет сложно вспомнить. Делается в парах, детки делятся на пары, и вы пишете им, если это для знакомства, да, «Что я люблю?» «Вообще, что я люблю?» И вот в эти сектора ребенок про себя вписывает, либо, если не может, обозначает какими-то символами, либо делает, пишет уже, естественно, там, допустим, «Я люблю там кота», «Я люблю маму», «Я люблю кататься на санках», «Я люблю играть в игры», да, «Я люблю свой телефон», «Я люблю ездить на море» и так далее. То есть детки пишут в начале, да, после этого вторая часть задания, и со взрослыми мы делаем то же самое, только для взрослых там, «Без чего я не представляю свою жизнь», мы пишем на «При». Так вот, после этого детки друг другу сначала рассказывают, «Я очень люблю своего кота», «А потому что он вот такой рыжий, он пушист, он приходит к меня». То есть, естественно, мы им даем это задание, да, что вы должны рассказать своему товарищу, партнеру, да, по вот этой вот вашему, по практике. Вы должны рассказать о том, почему вы это любите. Здесь включается говорение, это очень важная тема, так как сейчас дети, ну и взрослые зачастую уже тоже, не могут связано, выдавать свою речь. Я очень надеюсь, что вернется устный экзамен, это, конечно, дополнительная нагрузка, да, но это очень важно, чтобы мы могли связанно рассказывать свою речь. Сейчас этого нет, потому что дети общаются с майлами, какими-то короткими сообщениями, и это же они привносят в свою жизнь оффлайн. Но мы не можем спорить уже вот с этими штуками. Это не дети пошли после роддома, сами себе по дороге купили и сели в них. Мы сами эти штуки вложили в их, и поэтому как-то там сопротивляться, бороться, отрицать мы это не можем. Мы можем научиться только с этим сотрудничать. Итак, после того, когда дети рассказали друг другу, либо это взрослые, то, кстати, очень часто, когда проводим тренинг, и вот коллектив, который уже там по 10 лет работает, вместе очень много интересного, узнают друг про друга, и потом у них находятся какие-то общие интересы, ну типа там кто-то, какой-то там особый вид, ну это из практики рассказа, кто-то любит петь в караоке, они даже не знали этого, хотя работают бок о бок каждый день, и это происходит и в семье в том числе. Так вот, после этого, эта пара выходит к доске, да, мы сами делали это упражнение на детях, вот когда проводили исследование, на детках в первом классе. Дети перезнакомились тут же, потому что, такая история, что первоклассники зачастую, через полгода после того, когда они пришли в первый класс, они не знают, как зовут всех, то есть они знают 2-3 человека, в лучшем случае, а то и меньше. И эта практика показывает уже, в общем-то, и те, которые прошли у нас занятия по методике. И вот после этого пара выходит к доске, ну либо там, где у вас там такое центральное место, и здесь момент такой самопрезентации, только на данном этапе презентуется, вы презентуете не себя, но вот двое вышли, а мы, я рассказываю, вышли мы вдвоем, и я рассказываю про своего товарища. Говорю, здравствуйте, сегодня я познакомилась с таким чудесным другом, вот там, допустим, Марина, да, Марина очень любит. Я смотрю на вот эту картинку и рассказываю, может быть, чуть-чуть приукрашивая, привнося что-то свое. Очень классная методика, работает со всеми, вот и со студентами, и со взрослыми, и в семье, очень весело мы вот там играем на каких-то там вечеринках, либо сборах. После этого представлять своего нового друга другой ребенок. Во-первых, выйти рассказать про себя, это очень сложно и страшно, на самом деле, а выйти рассказать про своего товарища вообще не страшно. Вот. И дети с удовольствием это делают. Я очень надеюсь, что это понятно, если будет непонятно, там есть у меня внизу... Ну, вот. Вот. Зоя как раз написала, да, по подтверждению моим словам. Ну, у меня просто ребенок в том году закончил, девятый класс. Слава Богу, мы с этой историей закончили, поэтому я даже не знаю, что в этом году. Вот. Ну, вот такая история. Если у вас будут вопросы по этой практике, прям пишите мне на адрес, он будет в самом-самом конце, и я вам обязательно отвечу, и прямо ее даже пришлю, картинку, ну, вот типа такой. Следующее практическое задание, которое мы делаем, это когда я чувствую... Ага, сейчас, секунду. Когда я чувствую, например, эмоцию радости, да? Для чего мы делаем такую практику? Для того, чтобы дети учились распознавать, что происходит с их телом на уровне тела. Как только они научатся распознавать свое, что происходит с ними, мы даем им еще задание посмотреть, понаблюдать дома за мамой, а что происходит с мамой, если она смеется, да? И здесь вот обязательно в эту практику вы ее можете взять, распечатать и использовать уже там завтра вы придете, да? Что чувствуют мои глаза, когда я радуюсь, да? Может быть, поднимаются брови, открываются глаза, может быть, наоборот, зажмуриваются, но зависит от... У кого-то текут слезы, слезы это вообще очень своеобразный такой элемент распознавания эмоций, потому что бывают слезы радости, слезы горя, слезы восторга, слезы обиды, очень много всего такого, что для ребенка, для маленького это нам понятно, а ему непонятно, и происходит зачастую такая история, что приходит мама расстроена, плачет, подходит малыш и говорит, мама, ты плачешь, тебе плохо, мама закрывает глаза, говорит, нет, все хорошо, у ребенка возникает диссонанс, как так, вообще, как мама плачет и говорит, что все хорошо, если это происходит из раза в раз, то у него это закрепляется уже на уровне паттерна, что если человек плачет, ему просто хорошо, вырастает мальчик, обижает свою супругу, ну я сейчас, конечно же, утрирую, и она плачет, и он думает, ну вот это я крутой, вообще, как я ее чудесно смог порадовать, да, вот, я утрирую, смеюсь, но в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда, и, в общем-то, вот это вот мы делаем такую практику, на любую, вы можете поменять, допустим, радость на грусть, на страх, на удивление, кстати, эмоция удивления, это эмоция, которую дети до 5 лет вообще опознают хуже всех, эмоции остальных, ну вот, что-то, видимо, связано с тем, что она как-то проявляется, похоже на другие эмоции, не знаю, очень интересно, то есть, что чувствует мое лицо, мой рот, мой живот, и мы даем задание им побыть сыщиками, и проделать то же самое, понаблюдать за мамой, или за папой, или за своим другом, потому что, чем больше проявлений эмоций они будут знать, тем проще им будет их опознать, ну там на тренинге мы делаем еще, конечно, разные мероприятия, но очень интересно, есть такой термин, эмоциональная зернистость, не успею в рамках данного выступления рассказать, запишите себе, если интересно, почитайте, посмотрите, что это такое, эмоциональная зернистость, и как ее развивать, очень классная история. Расскажу коротко эту тему, но она очень важна, то, что я ее буду рассказывать максимально кратко, это не значит, что она не важна, потому что, когда я это узнала, у меня прям в голове все перевернулось. Можете прям себе записать, вот я говорю, что у меня нет чата, нет флипчарта, чтобы я вам написала, показала, будем так работать, в принципе понятно. В данном случае отталкиваемся от поведения, либо действия. Ну, как говорится, за каждым действием, либо за каждым актом поведения всегда стоит какое-то намерение. Я думаю, вы с этим согласитесь, потому что, как говорится, что просто так только кошки кладятся. На все остальное есть причина. Всегда. В данном случае у нас намерение. И, естественно, из каждого действия, либо поведения, есть какое-то значение, которое мы этому действию придаем. Это такая информация, с которой, знаете, нужно переспать. Очень она сложно заходит, кажется, нет, 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 это не правда, этого не может быть, это не про меня. Но потом, когда вы с ней переспите и начнете смотреть вот через эту призму, вам намного будет проще. Поверьте, у меня на слово уже проверено на очень многих людях. Итак, в нашем случае намерение, прям можете, если записали, поставьте себе плюсик. Намерение всегда позитивно, всегда со знаком плюс, всегда. Каким бы ни было действие, да, либо акт поведения, намерение за этим действием будет стоять всегда позитивно. Действие может быть как позитивно плюс, так и негативно. Соответственно, значение, которое мы придаем этому действию, может быть как в плюсе, так и в минусе. Коротко рассказывать ли истории, чтобы это было вам понятно. Мама умная, образованная, начитанная и так далее, садится первый раз в жизни делать в первом классе уроки с ребенком. Ну, в общем, они делают там палочки, крючочки, там 10 минут, 20 минут, 100 минут, 100-500 минут и на какой-то там 100 тысяч на минуте вот эта мама умная, она не выдерживает и начинает орать, кричать, ну, хорошо, если этим ограничивается, да, возможно, как-то оскорблять ребенка. Намерение у мамы при этом позитивно, 100%, да, может быть, мама уже видит своего ребенка где-то там банкиром, да, хозяину, там, директором банка, может быть, она видит его уже в Оксфорде, где-то там в Кембридже или на худо конец в МГУ на бюджете, может быть, она вообще просто хочет, чтобы он вот рисовал эти крючочки и его там не обращали внимания, не ругали, не наказывали там в школе и так далее, может быть, намерение, вы согласитесь, у нее позитивно, да, она хочет добра своему ребенку, действие, которое она совершает при этом, вы согласитесь, негативно, соответственно, значение, какое придает этому действию ребенок, мама меня не любит, и чем больше этих будет вот таких вот моментов, тем больше у него будет закрепляться это понимание, потом он просто вообще уже не будет ничего делать, это первый случай, да, когда намерение позитивно у меня в адрес кого-то, вот у мамы в адрес ребенка, есть другой случай, да, я работала в военной академии, у нас был такой симпатичный полковник, и он постоянно приходил, в общем, кричал на женщин, именно, хотя их там всего-то там в той академии может человек 20-15, я не помню, я еще пошутила, говорю, наверное, у него замужем за генералом, но потом так и оказалось, у него жена генеральская дочка, она ему, значит, все потом, ну, каким-то образом испортила настроение, у него намерение, он приходит на работу, намерение у него позитивно, в адрес себя, потому что ему нужно хоть немножко вот здесь себя поднять, ну, вы понимаете, да, о чем я говорю, только намерение у него, теперь уже внутрь, в адрес себя, действие, естественно, у него при этом негативно, вы с этим согласитесь тоже, и значение, которое девочке придавали его поведению, оно тоже негативно, еще есть третий вариант, но так просто расскажу, чтобы вам было понятно, есть доктор такой, Шубин, который в этой, про медицину, с Еленой Малышевой, в общем, не помню все время, как называется эта передача, ну, в общем, вы поняли, да, здоровье, будь здоров, а, жить здорово, вот мне подсказывают, да, телевизор не смотрю, поэтому постоянно забываю, так вот, он не просто шоумен, он настоящий доктор, он профессор, он принимает, в медицинском университете, принимает экзамены, и вот он в 8 утра как-то забегает, после съемок тяжелых, ассистенты ему там дали кофе, чай, какие-то конфетки, чтобы он так дух хотя бы перевел, раздали листочки, он даже не успел пригубить кофе, уже отличница, тянет руку, я готова там, все, но он, ему неудобно же сказать, подождите, я кофе попью, он говорит, конечно, садитесь, давайте мне листочки, он берет листочки, начинает читать, и протягивает ей конфетку, она совсем вот без ничего, девушка начинает рыдать, они в общем все бросили, давай ее успокаивать, что случилось, она говорит, вот, я представляю, что я там понаписала, она отличница, как вы понимаете, что вы мне дали конфетку, меня утешит, ну, то есть, намерение у него позитивное, и в адрес себя, ему нужно дух перевести, и в адрес этой девушки, да, студентки, действие тоже позитивное, да, он ей дал конфетку, просто чтобы передохнуть, значение, которое придала девушка, оно негативно, ну, хотя оно в принципе не должно было быть здесь, но, это очень хорошо объясняет, то, как мы вот относимся к ситуациям, это здесь у нас, это не где-то в воздухе, здесь, здесь, я не знаю, и только мы можем с этим работать, я очень надеюсь, что эта тема, вам понятна, вы ее еще потом пересмотрите, вспомните, на этом слайде, будут вопросы, пишите, я всегда открыта, сообщению к любому, третий принцип нашей методики, это обязательно вовлекающее обучение, все наши уроки построены по пяти принципам браматургии, вместе с Викторией нашу методику писал Олег Огородник, он режиссер, браматург, и на самом деле, если вы когда-нибудь методичку вот нашу держали в руках, но там дальше немножко есть, я вам полистаю, покажу, намерение имеет значения, да, вы правы, абсолютно, это и в буддизме, это и НЛПшники, так немножко по-другому это обыгрывали, это есть везде, везде, в любой культуре, в любой религии, просто может быть называется немножко по-разному, но мы вот, к сожалению, не всегда вот обращаем внимание даже на то, что знаем, мы когда проводим тренинги, и нам говорят, потом говорят, ой, спасибо вам, мы же все это знали, мы пришли в детский сад, или там в школу, вот вообще вот не для вот этого, вот эти отчеты какие-то там, электронный дневник, там еще какие-то истории, мы же и пришли для того, чтобы вот детей развлекать, в принципе, да, обучать чему-то и так далее, а не сидеть и заполнять бесконечно, которых у вас там этих отчетов, сто пятьсот на день, вот, прям просыпаются заново педагоги, очень интересно это смотреть, и вот как раз именно с помощью драматургии мы создаем ту мотивацию ребенка, что он хочет, дальше вам покажу цветочек, вы поймете, да, каждое занятие, оно построено по пяти шагам, это первый шаг я чувствую, включаем осознанность, да, как правило, мы сегодня все пользуемся только теми модальностями, да, которые у нас ведутся ведущими, если я аудиал, то я больше слушаю, если я визуал, то я информацию принимаю в основном через глаза, а также было проведено исследование, питерскими учеными, несколько лет проводили его на школьниках, от, на детях, простите, от пяти до пятнадцати лет, и вот они выяснили, что 74% дети киноэстетики, по-моему, шесть или семь аудиалы и остальные визуалы, а вся наша образовательная система, она настроена на говорящую голову, да, вот как я сейчас перед вами, я сижу, просто бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, ну, там меняя интонацию, показывая картинки, но 90% детей не могут это воспринять просто по той причине, что они не могут этого физиологически, к счастью, сейчас немножко меняется, да, вот эти вот там перевернутые уроки в школах делают, там меняет вот это, стоя занимаются, садятся дети, ну, вот я очень много идожу по школам, вижу эту тенденцию, которая меня очень радует, это очень важно, на самом деле, очень большой поток информации на сегодняшний день, причем информации и мусорной, не очень нужной, дети ее еще не умеют, у нас взрослые-то не могут отличать правильно от неправильного, и только обладая каким-то набором уже академических знаний, мы можем из информации, да, вот сделать вот такую воронку, очень-очень узкую, и взять то, что правильно, дети этого не умеют, и вот как раз в ваших силах этому научить, очень всегда ухожу, это больной вопрос, я сразу же уезжаю, вот мы включаем осознанность, каким способом, сейчас перелесну, покажу вам, мы делаем коробочку эмоций, включаем все пять модальностей, как если есть психологи, ну, и вы, в принципе, тоже изучали педагоги, что за каждую, или там физиологи кто-то, за каждую модальность, да, отвечает свой участок мозга, и если мы используем только, допустим, глаза постоянно, ну, в основном, конечно, мы используем все, но я говорю про 100%, то у нас и работает та часть мозга, коробочка эмоций, она помогает запустить все части мозга на 100%, делается она очень легко, мы создаем коробочки эмоций, Монсик в начале занятия рассказывает про свою коробочку эмоций, допустим, для меня коробочка радость, ну, давайте я вам расскажу свою коробочку радости, да, для меня, допустим, на запах, коробочка эмоций, на запах, это мандарины, потому что, ну, я как и все дети советского времени, только мы раз в год ели мандарины, это на Новый год, и поэтому это был большой праздник, и поэтому тоже, вот для меня запах мандарины, это всегда, я всегда начинаю улыбаться, я понимаю, что у меня так настроение поднимается, думаю, что у многих так же, допустим, на вкус, для меня эмоция радость, это, такой горький шоколад, я люблю шоколад, и, как бы, вот, я не заедаю им плохое, я крайне редко его ем, потому что просто не очень люблю, но для меня это такой радостный, приятный вкусовое такое сочетание, да, что такое для меня образ, да, что такое для моих глаз эмоция радость, я очень люблю море, я около него родилась и выросла, поэтому для меня море, если я вижу море, у меня просто не может быть плохого настроения, никак, что такое звуки, да, ну, это, опять же, шелест волн, такой вот, как она бьется, так немножко переходит в пену, и тактильное ощущение, это, кстати, на тактильное ощущение, очень часто женщины говорят, ой, для меня эмоция, это вот когда я шубу норковую ногу так влашу, это так приятно, вообще мне так радостно становится, вот, не знаю, насколько рады это будут их мужья, но вот женщины всегда, очень часто говорят, да, у меня дома, простите, много говорю, стараюсь очень много сказать, и поэтому голос не удержал, для меня у меня дома двое животных, кот и маленькая собачка, и вот я когда утром их глажу, но это просто восторг, я не знаю, как люди живут без животных, и вот мы создаем, подпись, после того, когда эмоция, вот, примерно как я вам сейчас рассказала, про эту коробочку эмоций, тоже можете ее прямо распечатывать, в рамках занятий, мы используем, конечно же, картинки, да, допустим, там у нас мандаринки, шоколадки, елочки, там, какие-то цветочки, музыкальные инструменты, и мы, детки кладут, да, вот эти картинки на, на вот данную, ну, картинку, вот, которую у вас вы ее распечатаете, можете использовать, когда мы даем задание на дом, так как вторая задача, одна из задач, скажем так, нашей методики, это развернуть родителей обратно лицом к детям, да, вот кто-то там писал, родители не разговаривают с детьми, дайте им задание сделать коробочку эмоций, либо эмоции, либо, допустим, коробочку какого-то события, совместный поезд в отпуск последний, совместный там праздновать дня рождения, пусть каждый из членов семьи сложит в эту коробочку что-то свое, либо пусть там ребенок соберет там со всех, это очень объединяет, и потом приходят педагоги, приходят родители, говорят, слушайте, это было так классно, прямо жда слез, это очень интересно, рекомендую, делайте, вот мы делаем такую коробочку эмоций, запускаем мозг ребенка, на полную катушку, скажем так, второй шаг, это я хочу мотивацию, запускаем процесс мотивации, в данном случае, здесь нам помогает драматургия, она включает вовлеченность, потому что Монсик приходит, рассказывает серьезную такую страшную историю, которая приключилась в академии, и спрашивает, ребят, ребята, вы поможете? Конечно же, все ребята кричат, ура, спасибо, давайте побежали через портал, потом проход через портал, это всегда включается, включается еще и тело полностью, не только мозг, но и тело, потому что портал, как я его называю, у нас немножко непутевый, с ним всегда что-то происходит, его то затопило, нужно насосами откачивать, то пауки его там замочили, нужно убрать эту паутину, то есть обязательно какое-то физическое действие, после этого ребята попадают в долину, и вот там уже, да, третий шаг включается, это я знаю интеллект, информационный блок, та информация интеллектуальная, которую в рамках занятия вам нужно внести в голову ребенка, причем вот это, наше занятие все выстроено, но занятия, допустим, в красках эмоций всего 11, нам потом звонят педагоги, говорят, а что нам делать дальше, дети требуют монсиков, говорим, пожалуйста, берите 5 шагов, раскладывайте, ну мы в рамках тренинга, обучающего это все рассказываем, конечно, учим, и используйте любую свою тему, раскладывайте по 5 шагам, берете монсика, либо вы можете какого-то своего другого героя придумать, мы тоже об этом работаем, на тренингах рассказываем, и в общем-то, на данном этапе закладываем то знание, да, и вы можете свою там тему, какой-то там зимний лес, да, или подводный мир, есть у вас такое, да, или водный мир, как-то так называется, тема в детском саду, по крайней мере, я знаю, ну, просто уже из опыта, потому что мы ездим, я не работала в детском саду, когда-то работала очень-очень давно, следующий этап, это самооценка, обязательно ребенок пробует то, что, то, что он выучил, он пробует сделать это на занятии, да, подкрепляет это, так как в навык за одно занятие невозможно что-то там сделать, да, ну, просто невозможно, навык, он может только выработаться там, как за определенное количество, психологи говорят, 21 день, кто-то говорит 40 дней, кто-то 30, но бог с ним, это не важно, не суть уже, да, этот навык потом будет нарабатываться, и, в общем-то, выходит в жизнь, он на пятом шаге, я делаю то, что я делаю, мы это подкрепляем либо деревом, либо дневничок достижения, кстати, очень сильно советую и вам, взрослым, заведите дневник успеха, особенно у женщин, самооценка, вот просто вот ниже некуда, записывайте 5 своих достижений за день, причем достижения может быть, как написала там, курсовую, или я не знаю что, так, и не поругалась на мужа, например, это можно себе в достижении, или там не накричала на ребенка, это тоже можно в достижении, ну хотя бы 3, вы просто не поверите, как у вас через месяц уже будет вот такая самооценка, даже если вы просто сварили борщ, запишите себе это плюс, очень многие женщины умеют варить борщ, я даже не говорю про вкусный, от слова совсем не умеют. Итак, 5 шагов развития, берите их прям, делайте, стройте свои задания, почитайте наши, стройте свои задания, и продолжайте дальше вести методику, по методике. Ну, браматургия урока, этому посвящен целый один день, который мы проводим с педагогами, когда обучаем, поэтому я его, шаг 4, это обучение, да, здесь мы сделали такую более веселую пирамидку, я думаю, что вы ее в таком виде, либо в каком-то другом видели в интернете, на самом деле, если бы я вам просто прочитала лекцию, вы запомнили, запомнили бы, ну, конечно, в рамках мебинара сложновато, да, говорить о всех этих, потому что, в принципе, я вам просто читаю лекции, это так говорящая голова, и, в общем-то, да, 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 вот, расширяет кругозор, и вы вспоминаете, вы прям понимаете сами, что вы это делали, ну, или делали, но вот эта вот рутина вся, она немножко подзамылила, и вы забыли, на самом деле, и мультисенсорные уроки, вы делаете, я знаю, это в детских садах 100%, и так, если бы вы просто прочитали, это было бы 10%, ну, давайте не будем про это пассивное обучение, потому что это скучно, а вот активное обучение, это вот групповое обсуждение, да, это то, что в рамках вот тренинга очень хорошо работает, практика и проектная работа, ну, то, что делается сейчас чуть ли не с тих лет с детьми, я думаю, что вы тоже все это знаете, и вот самое крутое, если вы хотите запомнить информацию, вот прочитали, и то, что вам нужно запомнить, даже если вы 100 раз это прочитаете, сделаете пометку и так далее, это не работает, расскажите 5 людям, психологи вообще любят это, 7 плюс минус 2, да, вот расскажите это 5 людям, причем люди могут быть, вот у меня кот и собака, они очень активные слушатели, потому что у меня нет 5 людей в доме, но учить мне нужно очень много контента, потому что очень много приходится вести, и даже чтобы самой себе не выгореть, приходится напитываться чем-то новым, расскажите 5 людям, 100% попадание обязательно, и детям можете точно так же это рассказывать, там учишь стих, подойди, расскажи 5 деткам, все, запоминания совершенно в другой фазе находятся, в данном случае. Обратная связь, тоже потихонечку выходит мое время, но я думаю, что я уложусь, постараюсь по крайней мере. Здесь хочу рассказать о том, что обратная связь только положительная, всегда, при любом раскладе, что бы ни произошло, никаких неупотребляемых слов, типа ты не старался, потому что вы не знаете, ребенок старался, и вот как в том мальчике с волками, потом получится, что он один раз не старался якобы, второй раз не старался, а на третий раз он просто на самом деле уже стараться не будет, поэтому всегда говорим, да, ты молодец, я вижу, как ты круто написал, вместо крючочка в палочке, молодец, палочки, ты уже научился писать, а вот теперь мы научимся крючочки писать, да, то есть всегда, да, ты старался, я это вижу, всегда поддерживаем, и в следующий раз мы сделаем это еще красивее, еще лучше, еще громче, еще веселее, ну, то, что вам нужно на данный момент, это очень важно, не, ну, не давайте своим детям негативную оценку, своим ли детям, или детям, всегда их поддерживайте, потому что есть такой синдром, выученная беспомощность, запишите, и почитайте на эту тему, потому что эта тема большой блок, очень, я вам не могу дать ее в рамках, ну, просто не успею, но это очень важно, почитайте про этот, такой синдром, очень интересно, вот не, не делайте, не давайте этот синдром детям, потому что ребенок пробует один раз, завязывает шнурки, ему мама говорит, ой, да что ты, долго так, давай я лучше, лучше я, завязывает второй раз, он опять там как-то не так, опять мама его отталкивает, и делает как-то там по-другому, на третий раз он просто не пробует, он уже получил синдром, врученный беспомощности, он знает, что у него все равно не получится, но самое страшное в том, что этот паттерн поведения, шаблон, он переносит на все другие, он уже не ищет более лучшую работу, а зачем, ведь я не могу, он уже не ищет более, там, лучшую девушку, или жену, или мужа наоборот, да, а зачем, ну, вот такой достался, и то, слава богу, с ума с таким неумехой, хоть кто-то живет, и так далее, и тому подобное, это очень страшно, поэтому запишите себе, и почитайте на эту тему, всегда поддержим, да, и, да, запятая и, Эта тема вы почитаете здесь, здесь нет такого ничего сложного, кроме, пожалуй, термина научить учиться, что это такое, тоже коротенько расскажу, это умение добывать знания всевозможными способами, ну, например, ребенок говорит, мам, какая температура сейчас, ну, или вам подходит, там, классик, какая температура намоется, вы можете ему что, сказать, там, посмотреть, телефон, или на градусник сказать, 18 градусов, да, допустим, 18, сколько там у нас сейчас в Москве, вы можете сказать, пойди, посмотри на градусники, вы можете ему сказать, а давай сделаем опрос, вот, как ты думаешь у всех детей, вот, которые здесь есть, а как они думают, сколько на градусники, да, и сложим какой-то там, потом, среднестатистическая история, да, вы можете ему сказать, пойти в Google, да, ну, либо в Яндекс поискать, можно, допустим, сложить, какая температура в такой же день была, там, сто лет до этого, или 20 лет, или 5 лет, и опять же сложить какое-то среднестатистическое, то есть показать, что есть очень много моментов, об одном и том же узнать, очень много, это самое такое, тут сложное, да, но все остальное, я думаю, что более-менее понятно, но в любом случае, я не успеваю, просто физически, я говорю, что все вставлю слайды на тот случай, если вы хотите о чем-то больше потом, либо у меня спросить, либо поискать, где-то там загуглить. Это то, как проходят наши занятия, то есть мы используем 5 видов контента, обязательно, да, чем больше будет, мы уже там выше смотрели, тем лучше запомнится, например, сказка «Ребка», да, ее можно просто рассказать, можно прочитать, можно послушать какой-нибудь там, такой театр, да, есть театральная, ну, начитывают как аудио, в аудиоформате, только в театральном, там разных этих, можно посмотреть мультфильм, можно рисовать, слепить, сделать аппликацию, в конце концов, посадить ту репку, пригласить бабку, детку и так далее, проиграть сценку, и, ну, это я взяла, самую простою сказку «Ребка», но есть же более сложный материал, который нужно запомнить, и он всегда ляжет в голову лучше, если будут использоваться 5 видов контента, ну, здесь опять же, психологи рулят, говорят, что так лучше работает, мы им верим, и мы уже убедились, что так она и есть на самом деле, я знаю, что вы это делаете, да, на самом деле, на занятиях, на своих, опять же, мультисенсорный урок, это то, что, тоже можете ее прям взять, эта картинка, и дополнить своими, какими-то там, да, историями, можете, дополнить и использовать для, как раз-таки, коробочки эмоций, прям вырезать, и точно так же найти потом, какие-то похожие картинки, вот как нам, по вашему соображению, да, что может нравиться деткам, и использовать это, но, по-моему, насколько я знаю, что и Ки-Тека, какие-то там есть тоже на сайте просвещения, можете зайти, пройти в дошкольное образование, забить монсики, и там все сразу выйдет, посмотрите, и предыдущие записи вебинаров там же есть, и там же анонсируются новые, которые будут, потому что не только я веду, ведут еще наши эксперты на разные темы, и, собственно, вот так выглядят наши, это прям взято из, вот география с монсиками, из одного из пособий, которые есть, пособие состоит, так, ну, это я вам вкратце расскажу про пять видов, да, мы читаем обязательно, естественно, учим слова, в данном случае просто Армения взята, я не знаю, по какой причине у нас взяли, там много стран, Япония, Армения, не все, конечно, но вы можете расширять это до бесконечности, благо количество стран на нашей планете это позволяет сделать, вы можете найти в интернете, да, слова, также радость, грусть, но естественно, что мы учим не как пройти там в магазин или в библиотеку, как это делают словари все мира, а мы учим словари к эмоциям, да, это, кстати, тоже к эмоциональной зернистости, о которой я говорила выше, да, то есть, когда вы знаете, как звучит по, по армянски радость, счастье и надежда, я думаю, можно смело с этими тремя словами вы откроете любую дверь. Естественно, делаем, да, ручками, это пазлы, это все взято из интерактивных тетрадей, которые каждому занятию, индивидуальная тетрадка. Ну, анализируем, конечно же, и смотрим, да, в данном случае архитектура, какая применяется в этом, да, ну, этап пятый я делаю, это тот этап, когда ребенок идет в жизнь, я вот уже говорила про дневничок успеха, тоже у нас есть, если вдруг не найдете на сайте, напишите, я вам пришлю, ребенок прямо отмечает, у нас уже там прописано, там, что я сегодня сделала, либо вы можете сделать по подобию, что-то свое и использовать, либо делайте дерево успеха, можно сделать общее, можно попросить родителей сделать дома индивидуально, чтобы ребенок пришел, сказал, мам, ты знаешь, я сегодня выучил там три цвета, или я узнал, что в море живут там акулы, и рыбопила, и ерш, и коросновья не живет, ну, кто-то там еще, и он может это знание, каким-то образом оформить и повесить на дерево, дерево прям вот, ну, у нас оно сделано из такого гипсокартона, не гипсокартона, в общем, из какого-то такого материала, дома родители делают прям на ватмане, или вот на флипчартовом листе, рисуют сами, очень интересно. Курсы это вы мне напишите, я вам скажу, потому что в основном это такие государственные программы, там вам пришлют, просто вы мне напишите на мой адрес, он есть дальше в презентации, и вам девочки вышлют информацию, где и как это проводится. Ну, вот так, собственно, выглядят наши красивые тетрадки, с нашими героями, и, в общем-то, вот так выглядит, тоже посмотрите дальше, я вам здесь не могу показать это вот так, как я это делаю на занятиях, вот так выглядит методическое пособие, которое покупается педагогу одно, и для деток покупается отдельные тетради. Цены и все остальное прочее, посмотрите на сайте, ну, просто у меня уже, совершенно нет времени, я бы еще хотела ответить, успеть на вопросы, на ваши. Здесь вот разворот одного из практикума, здесь очень, ну, не просто описание, да, а здесь вот настолько по драматургии все продумано, вот Олегом очень, когда вы откройте, вы поймете, начинать с того, как зашел педагог, что сказал, прям со словами, все, прям сценарий, очень легко и просто сделать, и потом выстраивать следующие все свои занятия по этой истории, очень интересно, на самом деле, ну, здесь вы тоже почитаете про базовый курс, про географию с монсиками, на сегодняшний день, пока их, пока только выпущены три курса, это круглобуквенное путешествие, это краски эмоций, география с монсиками, вот, я специально добавила это, чтобы вы могли взять и почитать, прям вот посмотреть, как это будет выглядеть, потому что книжку я вам, к сожалению, в руки не могу дать, потому что мы в таком формате, расскажу буквально, в двух словах, про долину монсиков, я вам рассказывала, вот как раз таки, вот эта долина монсиков, о которой я говорила выше, после, при обучении, она потом предоставляется, педагогам, которые будут проводить, она предоставляется в таком напечатанном виде, на баннерной бумаге, это два на три, очень большое, детки прям, ну, как квест проходят, за каждое занятие, как мини-квест проходит, очень, ну, очень здорово и интересно, занятие идет 45 минут, но вот педагоги дошкольных, дошкольных учреждений, а там же по 20 минут у вас занятия, они разбивали, допустим, с утра, или там после обеда, между прогулкой, там, и чем-то, они проводили первую часть занятий, а вторую после сна, очень гармонично, нормально все это было, они разбивали, и деткам нравилось, нет, абсолютно не пугают, ну, по крайней мере, вот, за, я работаю в компании почти год, буквально без чуть-чуть, и ни разу, вот, я очень много участвую именно в методическом сопровождении, на самом деле, вот эти вот страхи, и все остальное прочее, больше у взрослых, дети, детям, наоборот, они кажутся очень забавными, очень смешными, и очень веселыми, не разу, вот, от детей не было ни разу, от педагогов, от родителей, раза два, три, мы тоже вот подобные вопросы слышали, никогда, ну, либо я тогда чего-то не знаю, то есть, я не слышала, вся обратная связь, которая приходит, она обязательно заходит через меня, потому что я ее просматриваю, и видео нам присылают в рамках вот этих вот курсов, которые мы передаем, в общем, много, ну, так выглядит география с мультиками, у нас есть три группы, которые попали, скажем так, в обучение совершенно случайно, коль скоро люди уже пришли, мы не могли им сказать, вы знаете, нет, наша методика не рекомендована, уходите, у них было желание, и мы взяли их, конечно же, в проект, но единственное, что мы не участвовали, не принимали от них, ну, то есть, не вносили исследования, то есть, они в исследовании не участвовали, мы не брали их, чтобы статистику, ну, скажем так, не портить, потому что методика не рекомендована для детей, ну, вот с аутистами точно в Воронеже у нас проводила, Ксения, у нее была, как раз у нее класс, там, 9 человек аутистов, мы смотрели видео, причем разного, то там у них как-то спектры, что-то это называется, я не очень сильна в этом, и вот они, ну, дети менялись, и она, правда, им проводила не так, что одно занятие провела, и потом сразу второе, она одно занятие проводила, там, 2-3 раза, ну, в связи со спецификой, потом в школе в Ясенево, 2103, у нас тоже попалась, педагог, как раз такого класса, у нее 6 человек, и вот она писала, что дети очень их любят, дети с ними очень легко с монсиками находят, потому что у нас есть еще в этих проектах такие, ну, игрушки, вот такие, как они называются, навык одеваются, то есть там театральные постановки делаются, и так далее с ними, либо от лица монсика разговаривают педагог, мы тоже этому обучаем, очень интересно. Да, да, для детей с педагогической запущенностью, и вот у нас в, чтобы не соврать, по-моему, в Пензе, как раз был такой класс, что мы когда читали первые вот тесты, я была прям шокирована, там такие показатели были, там дети вообще друг с другом не общались, они там дрались постоянно, то есть там какая-то такая обстановка, ну, возможно, была завязка с педагогом, я не знаю, но не буду говорить, но когда мы потом получили от них результаты, то есть она, например, сама звонила, не в рамках даже методического сопровождения, сама говорила, спасибо, это я, говорит, не думала, что я с классами сделаю. Насчет адаптации к английскому языку точно можно 100%, у нас в Самаре есть наши франшизы, но у нас помимо госпроектов есть еще франшиза, по которой тоже покупают там методики, ну, большой объем, там другой уже пакет, не будут долго углубляться, это сюда не нужно, и вот у них английская школа, они купили в английскую школу, там ведется отдельно Академия Монсиков, и они сделали 15-минутные, такие небольшие, но это они делали уже сами, мы им там просто помогли взять основное оттуда, да, то есть находимся с эмоциями, с этим, они проходят уже компас, они, и вот тоже оттуда уже приходят очень интересные истории, школа у них Экселленд называется, можете забить, посмотреть на сайте, там, либо где-то, можете к ним обратиться, там Аня, которая ведет занятия, она вам расскажет, как они это сделали, с английским языком, она очень контактная, ну, там просто эмоциональный интеллект так пышет, и она вам все расскажет. Так, ну, это все то, что есть в презентации у вас, да, так выглядит курс географии, смотри, вы пока пишите вопросы, я буду отвечать по ходу. Да, вот такие яркие, красочные, дети их очень любят. Да, ну, немецкие тоже, у них там много языков, но я знаю, что в английский они точно это внесли. Вот, это те пособия, которые будут выпускаться дальше, но следите, если вы подписаны, сейчас я вам отвечу, Елена, здесь вам даны все данные, для того, чтобы, если вы когда захотите заказывать пособия, тетрадки, задавать вопросы, девочки тоже всегда, всегда все отвечают. Здесь есть мои данные, вы можете написать на вот адрес Елена Капура, и я вам расскажу тогда, каким образом проходит обучение, и тогда, ну, переключу на девочек, они вам расскажут, потому что я не занимаюсь организацией некогда, я только вот непосредственно веду, тренинги, семинары, выступления и так далее. Давайте так, у нас время совсем, потому что очень много всего проходит просвещение. Задавайте еще буквально один-два вопроса, я успею, и мне нужно будет выключаться, все остальные... Это говорили, я так понимаю, те, кто учатся, правильно? А у вас лекция, на кого учатся студенты? Вера, на кого студенты учатся? Педагоги, психологи? Наверное, психологи, это психологи очень любят все усложнять. А музыканты? Боже мой, творческие. У нас, кстати, работает в компании одна музыкант, девушка, и она свою методику обучения музыке разработала, потрясающая вообще, она сама оперная певица, в общем, там все очень весело, у нас вообще очень креативный такой, это удивительно, я прям очень интересно, я бы хотела ей это показать, как бы она мне сказала, но вот она этого не видит. Но очень интересно, я обязательно передам методистам и нашим психологам, которые именно участвуют в написании методики, о том, вот какая была реакция. Спасибо большое. Мне показывают время совершенно на исходе, поэтому, пожалуйста, все любые вопросы, которые у вас еще остались, пишите прямо мне на почту, я вам с удовольствием все отвечу, вышлю вам, да, Монстров обожают, у меня дочка тоже была маленькая, сейчас я уже почти 18, она всегда говорила, что ей больше нравится колдунья, чем принцесса. Она говорила, принцессы глупые, а колдунья, смотри, какие веселые, с ними не соскучишься. Дети пищат, да, от восторга. Это на самом деле так, я говорю вам, вы мне пишите, я вам пришлю, сын не спит от чего? Да, Наталья. От Монстров, да, ну, я думаю, что, надеюсь, что не от Монстров, он не спит. Спасибо вам огромное, что вы нашли время присоединиться, я с вами прощаюсь, но я надеюсь, что не совсем прощаюсь, я говорю вам, до свидания, рада была с вами бы провести это время, спасибо, что вы двигаетесь в этом направлении, пишите мне на все остальные вопросы, я вам отвечу уже там в личной, в личной переписке. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok